Все происходило в этой малосемейке. О том, что с ребенком плохо обращалась мать, подтверждают соседи. Она халатно относилась к ребенку, и ребенку у нее практически голодный седок. Она неопрятная. А как мать? И как мать она не мать. Первой не выдержала бабушка ребенка. Она заявила на собственную дочь в полицию. Я зевалась над ребенком, за ним не смотрела, ничего не делала. Ну, просто написала заявление, чтобы у нее ребенка забрали. А вы с ней пытались поговорить, с дочерью? Бесполезно. Это не первый случай. Нам удалось встретиться с матерью ребенка. Обвинение в свой адрес она отрицает. Я его не била и не избивала. Но когда вот он не слушался, спать свой не ложился, ты что делала? Я с ним поговорила, разговаривала, игралась, а потом уже сам укладывала. Руку-то на него не поднимала? Не поднимала. Вместе с тем следствие привело достаточно доказательств, что женщина избивала ребенка. Некоторые соседи видели, как она носила телесные повреждения ребенку, то есть давала подзатыльники. Были факты, что даже пинал в области ягодиц. Отделом дознания МОИ МВД России Димитровградским было возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Димитровграда по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы. Малыш сейчас находится в безопасности. Свою семью его взял родной дядя. У мальчика было на днях день рождения, ему исполнилось два года. Мама не поздравила. Она находится на восьмом месяце беременности. Теперь она ждет дочь. Татьяна Баловна, Евангелика Боровинок. Наше время. Спасибо. Спасибо. Спасибо.